Это прямой эфир в студии Ирина Кузина. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о самых дорогих ветеранах в студии председатель Тверской областной общественной организации ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов Лариса Борисовна Щербакова. Лариса Борисовна, я очень рада вас видеть в программе «Прямой эфир». Спасибо, что нашли время. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Поводом для нашей встречи стало продолжение благотворительного марафона «Наша победа». Мы уже показали в новостях о том, что каждый житель Тверской области может внести свой вклад или крупные организации. Вот как работает этот марафон? Давайте напомним нашим телезрителям. Наш марафон благотворительный «Наша победа» начал свою работу еще в 2013 году. За два года до 70-летнего юбилея победы. И за вот это время тоже прошло свыше шести лет, уже так вот, скажем, седьмой год на пороге. Получилось так, что было собрано денег свыше 10 миллионов рублей. И помощь была оказана участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним усникам, даже некоторым тружникам тыла, которые перешагнули 90-летний рубеж. Это свыше тоже тысячи человек. Помощь была оказана в виде, предположим, бытовой техники, потому что она устаревает. Да, все имеет время гарантии своих. Это и телевизоры, стиральные машины, газовые плиты, холодильники. А также, естественно, очень большое внимание и финансировались работы по косметическим ремонтам, замене сантехнического оборудования и, соответственно, такие небольшие косметические ремонты на кухне, в коридорах и в ваннах, туалетных комнатах. Так все-таки, кто принимает решение, куда должны пойти средства? Может быть, есть попечительский совет? Кто в него входит? Во-первых, создан определенный счет. Есть номер счета в нашем Тверском областном совете ветеранов. И создан попечительский совет, в который входит 15 человек. В составе членов попечительского совета, это прежде всего очень уважаемые люди нашего города, кандидаты выдвигались общественными организациями, наиболее крупными в нашей области. Поэтому это либо руководители, либо заместители вот этих крупных общественных организаций. И, соответственно, сюда даже у нас входят участники войны. Два вот участника войны, могу их назвать, их очень хорошо знают в городе. Это Иван Евгеньевич Кладкевич и Спартак Андреевич Сычев. Они являются членами попечительского совета. Более того, они активные участники, всегда приходят к нам на эфиры, всегда веселые, задорные, показывают пример, как нужно себя вести достойно. Вот давайте с вами поговорим еще вот по какому поводу. Понятно, по поводу марафона Победы. Но вы являетесь председателем организации не только ветеранов войны, но и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот как здесь вы строите свою работу? Структура совета нашего Тверского областного, она складывалась еще в прошлом веке, будем так говорить. Потому что на сегодняшний день этой организации уже 34 года. На будущий год будет такой своеобразный юбилей. В 1985 году только начали, и в 1986 уже сорганизовались в такую структуру. И на тот момент существовали советы ветеранов на ряде предприятий нашего города, а также в каких-то организациях, учреждениях. Мы говорим и о системе управления внутренних дел, и органов ФСБ, и УФСИНа, еще ряда других там силовых структур и ведомств. Поэтому все они вошли вот в этот областной совет. И до сих пор, вот на протяжении этих лет, уже три десятилетия прошло, свыше чуть-чуть, они входят сюда, в наш совет. На сегодняшний момент у нас 78 первичных таких организаций, которые являются членами Тверского областного совета. И, конечно же, ветераны труда, о которых мы не можем не сказать сегодня, это вот ветеранские организации тех самых предприятий, которые либо сегодня есть, либо они исчезли с карты нашего города, промышленные такие центры, как Химволокно, например, его нет. Но, однако же, совет ветеранов до сих пор держится, работников Химволокна. Вот, и поэтому они, естественно, тоже у нас в нашем совете. Поэтому мы всегда часто вспоминаем об этих знаменитых строчках Твардовского, что медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. Поэтому в нашей сегодняшней организации нет такого жесткого разграничения либо какого-то статуса более повышенного, например, у участника войны и, например, у ветерана труда. В общем, как-то это все уравнивается, все без каких-то проблем и без каких-то, так скажем, неудовольствий с чьей-то страны. Никто не обижен. А чем вы помогаете? Помогаем мы прежде всего. У нас две задачи, да, как бы стоит перед нашей общественной организацией. Это, прежде всего, патриотическое гражданственное воспитание подрастающего поколения. Это то, что ветераны могут передать свой богатый опыт сегодняшним тверичам. А также вторая задача – это социальная защита людей старшего возраста, ветеранов. Ну и, естественно, последние годы, в 2017 году мы приняли эту программу «Активный возраст. Наши наследия», именно указав на то, что продление активного долголетия сегодня задача каждого, будем говорить, не только тверитянина, но и россиянина. Потому что, если ты достиг определенного пенсионного возраста, это не означает, что ты куда-то вышел в тираж и должен залечь куда-нибудь на печку. Нет. Нет. У тебя как раз появляется возможность наконец-таки заняться тем, что тебе по душе. Поэтому наша программа, которую мы приняли на конференции в 2017 году, как раз позволяет раскрыть вот эти границы, показать, сегодня дать возможность людям старшего поколения реализовать себя в каких-то интересных вещах и программах. Ну а если вы говорите про реализацию, это в основном творчество или какие-то еще направления? Это, конечно, и творчество, это участие в различных таких творческих коллективах. У нас есть и театральные студии, у нас есть песенные, хоровые коллективы. Вот буквально хочу, пользуясь случаем, сказать, что 2 апреля в Дворце культуры «Химволокно» у нас пройдет подведение итогов конкурса «Песня-символ нашей победы», посвященный, конечно, 75-й годовщине, где соберутся коллективы, те, которые победителями стали, лауреатами стали конкурсы. Вот это со всей нашей большой области. Зональные конкурсы проходили в пяти районных центрах. Из 62 коллективов было отобрано наилучших 18. Вот эти самые наилучшие. Поэтому я вот, пользуясь случаем, приглашаю 2 апреля всех, кто нас сегодня слышит, видят во Дворце культуры «Химволокно» в 13 часов. Вы действительно будете довольны тому, что увидите. Как вы выстраиваете свою работу? Потому что ведь все-таки вся Тверская область, вся Россия готовится к 75-летию победы. И наверняка у вас есть отдельные мероприятия, на которых вы хотели бы остановиться и рассказать нам. Мероприятий действительно очень много. Прежде всего я хотела бы сказать о том, что при губернаторе Тверской области Игорь Михайлович Рудене создан оргкомитет, который так и называется «Победа». Ежеквартально встречаемся на этом оргкомитете. Там присутствуют и министры различных профилей, направлений. Ну и, соответственно, мы как общественники тоже там. Все происходит в таком динамичном режиме. Все друг друга выслушивают и дополняют. Если что-то нужно дополнить, как-то усилить то или иное направление. Естественно, начались эти все мероприятия уже в прошлом году. Из того, что сейчас будет, в ближайшее время, это будут наблюдать. Потому что все тверичи, я надеюсь, потому что все будут вовлечены через средства массовой информации, опять-таки, в участие в таких мероприятиях. Будет продолжена акция «Аллея Победы». Это «Посади яблоню». То, что мы пять лет назад уже делали. И будут предоставлены саженцы, которые можно будет также посадить на определенных аллеях и таких природных культурных зонах нашего города, и не только, но и в районных центрах. Это даст возможность посмотреть, а как же выросло то, что было посажено пять лет назад, и определенный уход осуществить. Естественно, здесь общественники будут, они очень к этому стремятся, уже ждут. Погода в этом году благоволит, поэтому уже хотели чуть ли не завтра все выходить. Но все-таки ожидаются еще морозы, поэтому все это будет происходить где-то в конце апреля. Точно так же мы с вами знаем, что нас ждет громадное событие в этом году. Это открытие монумента советскому солдату в Оржеве и открытие всего вот этого комплекса. Естественно, 9 мая сразу говорю всем, потому что это не только общественники, это вообще жители уже интересуются к нам, обращаясь с такими вопросами. Конечно, 9 мая вряд ли вы там сможете оказаться и туда приблизиться, потому что будет очень много гостей, очень много приедет различных людей на открытие этого памятника. Но уже с 10 мая можно будет посещать это место. И у нас разработан уже план график поездок. То есть члены актива ветеранского, естественно, со всей нашей области смогут централизованно посетить. Вот это святое для всех нас место, посвященное, естественно, вот этим ржевским событиям, этой ржевской битве. И я надеюсь, что это тоже привлечет очень большое количество людей. Сюда пойдут с семьями, просто с семьями. Естественно, эта помощь, которая сегодня адресно уже оказывается участникам Великой Отечественной войны. А они, между прочим, если кто-то не знает, но по соответствующему постановлению президента Российской Федерации с нынешнего года, с 1 января 2020 года, все еще получили статус инвалидов Великой Отечественной войны. Это, наверное, действительно так, потому что трудно найти такого уже совсем здорового человека, который перешагнул уже 95-летний рубеж. Поэтому, естественно, на сегодняшний день оказывается этой категории лиц, естественно, такое более повышенное внимание, связанное с чем? Надо посетить на дому врачам профильным, они сегодня выход этот делают, дальше оформить соответствующие бумаги на комиссию, которая присваивает звание инвалида. И это не только, скажем так, доплата к пенсии определенной, она не очень большая, но она есть к этим пенсиям. А это, прежде всего, возможность пользоваться ходунками бесплатно, пеленки, различные медицинские препараты, трости те же самые. То есть вот это все сегодня в работе. Уже я знаю, мне некоторые тут звонят, спрашивают, а вот чего-то к нам не подошли. Я говорю, придут, не беспокойтесь, ко всем к вам придут. Всему свое время. Да, всему свое время. Поэтому это очень большая массовая такая акция. Еще я хотела бы добавить о том, о чем мы сейчас будем говорить еще. Это, конечно, адресная вот такая вот помощь, ну, что-то помочь по хозяйству, да. Вот даже те же мытье окон, да, мытье там каких-то застаревших шкафов, там где-то протереть это все от пыли, от какой-то там накопившейся. Иногда у меня спрашивают, а что же у этих участников никого ближе нет, домашних нет. Почему они так, скажем, прохладно относятся. Дело в том, что все индивидуально, очень индивидуально. Действительно, у нас одиноких сегодня нет участников войны, нет. Но есть одинокопроживающие. Получилось так, что некоторые уже проводили в мир иной своих детей, у них остались внуки, а внуки в это время могут где-то работать и жить не здесь, не рядом. Или работают вахтовым, и, соответственно, вахтовым способом, методом навещают своих дедов. Вот, и поэтому, естественно, руки у них могут до чего-то не дойти, внимание где-то ослабевает. И вот здесь уже как раз на помощь приходит у нас, есть группа волонтеров серебряного возраста, а также у нас есть и волонтеры Победы, это молодые люди, в основном студенты колледжей, которые берут тоже под свой патронаж вот таких участников. А может быть, есть номер телефона, к которому можно будет обратиться и предложить свою помощь, скажите? Да, да. Номер телефона у нас есть. Вообще Тверской областной совет находится в здании, где и депутаты законодательного собрания, то есть это улица Советская, дом 33, офис 102 на первом этаже, очень легко у нас найти. Телефон 34-25-15, тоже так легко запоминается. Более того, только по времени, сразу говорю, что с 9 до 13 часов, кроме выходных дней, 5 дней, вы точно дозвонитесь. Бывает, мы там и бываем и позже, но может так получиться, что ушли, мероприятие, вдруг кто-то куда-то там вышел, поэтому можно не сразу дозвониться. Но с 9 до 13 у нас все время сидит дежурный человек на телефоне. И последний вопрос. Вы пришли в студию со сборником-справочником. Что это за такой труд? Этот труд мы подготовили на деньги гранта правительства Тверской области в прошлом году. Мы его получили. У нас очень внимательно к изданию этого сборника отнесся губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, потому что действительно такого издания у нас еще не было за 30 с лишним лет. Здесь собрана вся информация о советах ветеранов, которые находятся в районах нашей большой области. Классная идея. И плюс здесь все телефоны есть тех других организаций, о которых мы там выше говорили, которые входят в состав Тверского областного совета. Очень исчерпывающая информация. Вот он так выглядит. А где распространяется? Он у нас только. К сожалению, мы его не можем в какую-то торговлю передать. Он есть в библиотеке Горького. Кстати, там, если кто-то бывает, он может всегда спросить и поинтересоваться всеми необходимыми телефонами. Нашими в том числе. И еще бы я хотела обратить ваше внимание, говоря опять-таки о марафоне, заканчивая вот эту тему, что у нас собран богатейший опыт работы индивидуально тем, кому нужна помощь. Более того, всю документацию можно посмотреть, кому помощь оказывалась за эти 6,5 лет. Это все прозрачно. Все прозрачно. Можно прийти, посмотреть, что это из себя представляет документация, которая собирается сюда. И одновременно вы можете узнать конкретный адрес. Вот, например, вы не хотите на счет, нет возможности, либо вы хотели лично кого-то увидеть. Хотя здесь есть тоже свое «но». Потому что не каждый человек может войти сегодня в чью-то квартиру без его на то ведома. Поэтому только под нашим, так сказать, патронажем это можно сделать. Но можно найти, и мы можем посоветовать такого ветерана, которому индивидуально можно оказать помощь. Ну, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо, что вы к нам пришли в студию, ответили на все вопросы. Я благодарю вас. Спасибо вам. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»